Массовые митинги в Армении Массовые митинги вновь породили злые толки, подбрасываемые в частности российскими СМИ. Обычный митинг, вышедший на улицы армянских городов с требованиями усмирить аппетит властей и не поднимать цены на электричество, пытаются преподнести в качестве некоего армянского Майдана и разукрасить нормальные социальные требования граждан в политически известный радужный цвет, а плагетами которых сами являются те, кто это делает. Российские СМИ, подливая масло в огонь в поисках жареного, не всегда задумываются над тем, что этим самым жареным могут воспользоваться противники армяно-российских многовековых отношений. Под эту струю могут подпасть и западные структуры, работающие нынче в Армении, под российской личиной и провоцирующие всех и вся против России. Тем не менее, одна часть граждан Еревана чинно сидят, пьют кофе в различных многочисленных кафетериях города, другая часть, вышедшая на митинги, требует понижения тарификации на электроносители. В это время российские СМИ бегают и ищут в этой толпе между теми и другими некую русофобию, которую хотят представить в этой стране, в России. В Армении нет и не было русофобии. Пора прекратить оборачивать в русофобию любое социальное требование рядового гражданина Армении и от ее властей. Если у старушки не хватает пенсии на оплату ЖКХ, это не есть русофобия. Точно так же, как если бы у российской старушки не хватало пенсии, купить лекарства тоже не есть русофобия. Требования граждан Армении справедливые, разумные и взвешенные. Они в корне отличаются от Майдана и всяких разных арабских весен. У армян хватит ума не доводить до так называемого Майдана свою страну. Тем более, само слово Майдан уже олицетворяет гибель. Слово из персидского языка означает площадь. Но если заглянуть в корень этого слова, саму этимологию, то Майдан, Мейдан из среднеперсидского означает могила. Площадь и могила стали синонимами после того, как в давние времена на площадях стали казнить разбойников. Поэтому не будем сами себе копать могилу и устраивать Майданы в Ереване. Армения не Украина, чтобы Майданами убивать своих граждан и раскалывать и без того маленькую страну. Армения не Ирак и не Ливия, чтобы в стране была какая-либо там жесткая рука или искать там ядерное оружие. Армению невозможно этим ослабить. Армения это конгломерат умных и здравомыслящих людей, заслуживающих в конце концов благополучия в своей стране. Повторюсь, требования армян справедливы, а властям пора задуматься, дееспособны ли они дать это самое благополучие своим гражданам. Если нет, то освободить засиженные места для тех, кто может и хочет работать, поднять Армению на уровень со всеми современными требованиями мировой политики, учитывая при этом, конечно же, геополитические и экономические факторы страны. Причем не просто дать такую возможность самим гражданам Армении, но и предоставить диаспоре принять в этом участие. Российское, американское, сирийское все равно, неважно какой диаспоре. Для этого есть спецслужбы, чтобы вместе с добропорядочной диаспорой не проникли во власть какие-либо враждебные для армян силы из числа тех же армян, мечтающих превратить историческую родину в форпост своих держав. Оговорюсь снова, армянам плевать на запад, армянам плевать на восток. Армянам нужна достойная жизнь с достойными политиками и достойными соотношениями дебета и кредита. Это все, что нужно этой стране. Я скажу, что нет политиками. Где я сказала прополить? Где я сказала прополить? Нету второго Майдана, не может, чтобы переводить Майдан. Не надо провокировать просто. Не провокировать. Не надо ставить друг против друга просто. Так вот мы и говорим. Хотелось бы также обратить внимание властей Армении думать прежде, чем аккредитовывать в эти дни иностранные средства массовой информации. Необходим для этого жесткий отбор СМИ. Лично я полгода назад отрекся от членства Союза журналистов России, где находился с 2006 года. Этот документ пылится у меня в столе и напоминает о былой журналистике. Так вот, ни в коем случае нельзя аккредитовывать в Ереван негосударственные СМИ, которые хоть иногда и грешат, но всегда можно с них спросить, чего не сделать с коммерческих и желтотелок СМИ. Напоминаю, что не все журналисты умные, не все порядочные. А непорядочные, ангажированные журналисты умышленно могут разжечь эту бойню. Властям Армении стоит учитывать это и контролировать ситуацию. В конце концов, на каждую свободу слова найдется своя свобода совести. Еще раз обращаюсь к соотечественникам в соцсетях. Не поддавайтесь на провокации Запада, Востока, Киева, Москвы и прочих городов, столиц разных стран. Нас интересует Ереван. Ваша позиция должна быть взвешена и грамотна. Находящиеся в эти дни в Армении граждане, мой вам совет, снимайте на свои камеры и телефоны всех подозрительных в стране журналистов и выкладывайте в социальных сетях в эфир. Провокаторов нужно знать в лицо. Надеюсь, величие армянского менталитета не кануло и вы остаетесь славными потомками наших мыслителей. Продолжение следует...